значит ремонт дома продолжается устройство отмазки видите вот это вот все что на замочилась эти вот рулончики замочились потому что в подвал натекло много воды сейчас поедем это все выкидывать на помойку ну за дома покажу американскую помойку а он там пацаны бегут бегут динамо бежит тренируются видите на улице тепло 20 какой сегодня 20 до сентября 19 он еще бегут а вот машина ржавая это мазда honda смотрю не такая ржавая toyota совсем не ржавая это ваша toyota там да она новая поэтому не ржава шевроле тоже ничего все поехали сейчас будем цеплять вот этот трейлер грузовичку и повезем все на помойку вот это перегрызла провод нам пришлось провод менять ваша собака которая была у нас хорошая собака нам пришлось провод меня а зачем на провод так грызла и надо было она охотничья собака было что-то делать постоянно у нее энергии просто зашкаливала он он подъезжает говорит отойдет не дай бог не вверх ты что-то немножко кривовато было сразу подъезжать лишь портит газон давай 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 нормально нормально влево чуть-чуть туда хорош ладно хорош сейчас закинем все все вот так джарит все хорош смотри смотри он как подъезжает пробуксировал блин на этом на газоне на наши попал керевый нигде план амур я с его две эти пень и ю ю ю жила газон испортил да я ему сказал я пишет ему порчу там говорит этот квадратный метр стоит всего подряд ну там необходимость а тут то можно было культурно сделать хочу не один же мужик все я думал надо помогать с дочери отдал оказывается тут все предусмотрен я ни разу не было прицепа поэтому мне самому интересно как все происходит я тоже люблю смотреть как другие работают вот еще дополнительных чукча я знаю как там анекдоте поется чуть-чуть не дурак еще но это правильно плохо видно в окно да были окна открыты чуть-чуть приоткрыты и вода набежала как-то не закрыл окна все ну да проверка должна быть перед выездом водитель опытный погнали выехали мы из дома проехали примерно одну милю то есть 1600 километров но до свалки две мили как вот не подсказывают тут дочери джейд сейчас приедем включусь опять видите спокойная чистая дорога никаких пробок ничего нету меня тут вдруг спрашивает вот эта деревня да спрашивает какая тут растительность ну да такая же как в алтайском крае только я смотрю еле синих больше не знаю почему наверно насадили а может так и растут это самая настоящая глубинка самая настоящая американская глубинка и все равно смотрите газоны подстрижены кукуруза да в основном кукурузу это кормовая наверно да вот скот кормят ей а потом уже из кукурузы мясо получается молоко да и все остальное не даром же конец хорошей дороги там уже проселочная конкретная вот фермерские хозяйства ну фермеры тут говорят хорошо живут да очень очень хорошо миллионеры все но некоторые бывают конечно не всем масть приду да не каждому везет у кого-то представь купил поле например и каждое лето у тебя то за топ то еще что-нибудь то у тебя что-нибудь сломается ну всякие люди бывают продавать надо поле но тела кто имеет большое количество земли где плохо не живут да как это везде так и в россии так же так вот мы заезжаем на свалку подъехали вот видите знак что это по субботам только с 8 часов до 11 45 то есть допознание работы вот написано то есть не за нельзя забирать ничего с мусорки вот видите жадные какие да это и у нас то есть также а значит почему нельзя забирать ты как бы заехал тебя взвесили а потом назад выезжаешь ты столько же набрал то и получается ничего не заплатил даже хитрый так посмотрим там сидят они сейчас как вода не развешивать это 6 6 7 это не тонну ты чё мы 7 тонн не можем весить и что-то другое спасибо джерри о другое дело 7060 паундов но у смокинг не курить ну а вдруг подорвется там же мусор паунды или смотрите пока так окна до открывать там резина отдельно металл ну это как металлоприем когда у нас слушай у здесь металла бы набрать по дешевке может по дешевке можно было здесь купить арматуры жаль очень жаль холодильники в основном смотрю технику выкидывают то есть ее выкидывают еще заплатить надо ну в принципе это везде так это правильно он а он это чайки да там летают или чё как обычно вообще погода шикарно теплейше вон в маечках 20 сентября сегодня созванивался с сыном на алтае по прохладным немного все обнесено проволокой видите проволочка показываю все подробно потому что многие вопросы задают а как здесь а как здесь ну так это куча вот это насыпано под ней мусор да да запах конечно не фонтан ну швы заполнить джерри включил внутренние наверное этот через фильтр чтоб у меня открытое окошко передал я камеру дучи вау вот это птиц ой смотри смотри да я птицы показываю смотри какие там фигурки навешали божечки ты мой какой сколько тут сколько тут птиц ну чё запах не помеха вот это да вот это да я такого не видел ну чё птиц может я не был на такой свалке я не был на такой свалке я не знаю ну чё птиц ну чё птиц вот это запах я задыхаюсь зря поехала да зря поехала лучше б вас отправила я вообще-то была здесь уже да все люди тут работают представляете люди работают на этих вот да птица смотрите сколько чай так они тут сожрут живьем чайки эти вот так человек упадет нечаянно да сознание потерять и все что птица как Джеред Граблями все вынимает, тут гнилая трава, это он газона накосил. Да, вот это птиц, кто-то и шуганул, вот этими тракторами огромными, смотрите на металлических колесах, видимо чтоб не буксовали, да. Вон какие колеса громадные, а нож наверное метров метра четыре шириной, или пять даже, и высотой два метра, и здесь такой же. И так все ровняют, подойти поближе. Смотрите какие, для масштаба сейчас я руку подставлю, смотрите, клыки какие металлические, ну чисто для свалки это, трактора. Вон кто-то тоже, Джеред, повыкидывали, смотри, ватер, затопило тоже кого-то. Технику повыкидывали, все подряд. Мебель смотрю, диван видимо промок у людей. Подойду поближе гляну, что народ повыкидывал. Вот видите, со щебенкой глина перемешана, чтобы не проваливаться. Да, мухи кругом. Вот вам американская свалка. Видимо точно так же затопило, как и у нас. Вот ковролин, вон еще ковролин. То же самое, что и мы привезли, в принципе. Ну мы еще и траву привезли, плюс ко всему. В частном думе без прицепа, конечно, плохо. Я не знаю, кто из блогеров показывал американскую свалку, нет. Ну вот, посмотрите. Закончили. Перчатки здесь бросать? Дядь, есть? Сюда? Ну все, едем. Еще поснимаю птиц. Жирные здесь они такие, слушай. Надо же, а. Расплодились. Ну до хрена их здесь. Тысячами. Очередная машина заезжает. Сейчас она проедет и мы на взвешивание. Ну то есть, сколько мы выгрузили, там покажет им. Было 7060. Посмотрим, сколько было у нас мусора. Вот, например, землю здесь можно набирать. Там чернозем. Бесплатно? Да? Да, бесплатно. Вот там чернозем. О! Что? 6500. Это что получается? 300, да? 300, да. 300 паундов. 300 паундов, а 1 паунд сколько? 450 грамм. Ну что-то не густо. Не говори. И что, когда платить? Сейчас платить. Через телефон? Нет. Наличкой? Я сейчас пойду. Ты можешь со мной заходить? Ну давай зайду, а что? 300 паундов, 136 килограмм. 136 килограмм. Мусора привезли мне. И сколько это будет стоить? Где мы ввели? Где мы ввели? На этой стороне? О, это стоит. Это только стоит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...